Приветствую вас, в вашей ситуации есть, как мне видится, два аспекта. Первый аспект это то, что имеют место быть некие переживания, которые вас очевидно гложет, очевидно расстраивают, выводят из состояния равновесия, судя по тому, что вы пишете, или как. То есть, тут вот мне кажется, конечно, надо бы немножко, надо бы немножко более подробно понять, что конкретно, что конкретно у вас происходит, что конкретно вы понимаете под переживаниями. То есть, какие переживания позади. Это первое. Всегда же в эту строку идет возможная ваша, ваша возможная тревожность, которая тоже имеет место быть вне всяких сомнений. То есть, вот тот факт, что вы снова и снова переживаете какие-то вещи, да, тот факт, что вы вспоминаете какие-то вещи, тот факт, что у вас это крутится в голове, это именно и тревожность. То есть, это определенная незавершенность, это определенная не отреагированная ситуация в вашей жизни, скажем так. Вот. Ее тоже, ну, тревожность тоже нужно обязательно скорректировать. Вот. Ну, учиться. Адекватно выражать. А дальше. Значит, не очень понятно, в какой конкретно момент вы ложитесь спать. То есть, что конкретно вас мотивирует, что конкретно вас толкает спать. То есть, вы ложитесь спать когда? Когда хотите спать или когда надо? Для чего вы пьете успокоительные лекарства? То есть, это довольно, довольно серьезное средство. Вам его прописали или как, или что-то. Почему вы его пьете, это вот тоже очень такой, очень важный момент, момент. На мой взгляд, на мой взгляд, потому что, свидетельствует о том, что ваша проблема может быть несколько, ну, несколько более глубокой, чем, чем на первый взгляд кажется, да, потому что успокоительные лекарства, это достаточно серьезно. Ну, то есть, когда вы ложитесь спать? То есть, что вас, ну, что вас мотивирует ложиться спать? Можно так выразить этот аспект? Вот. То есть, это то вот, это то, что нужно поисследовать, это то, на что нужно обратить ваше внимание, ваше внимание вам. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, нужно обратить на это внимание, потому что, если вы, например, не хотите спать, то лучше не спать, да, то занимайтесь, занимайтесь вплоть до того момента, пока вас уже совсем клонить ко сну не начнет. С другой стороны, контраинно сказал мой коллега, один из коллег, что бороться не нужно. То есть, важная проблема людей в том, что они пытаются заснуть. Чем сильнее, чем сильнее, активнее пытаешься что-то сделать, пытаешься заснуть, тем хуже это получается, к сожалению. Ну, вот. Поэтому именно засыпать, именно пытаться заснуть не стоит. Ни в коем случае не стоит именно пытаться заснуть. Думайте о чем-то, значит, можете позаниматься чем-то. Надо рекомендовать читать, рекомендовать что-то еще, чтобы засыпать, чтобы это происходило естественно. Вы вмешиваетесь естественный процесс. И чем больше вы вмешиваетесь естественный процесс, тем, соответственно, более яркие последствия для вас. Это, ну, имеет место быть. Вот. То есть, дело не в том, почему, понимаете, а дело в том, как это скорректировать. Вы спрашиваете, как с этим бороться? Не нужно с этим бороться. Борясь с этим, вы подавляете свои чувства, вы рискуете подавлять свои эмоции, вы рискуете себе еще больше навредить. Поэтому не нужно с этим бороться. Это нужно именно раскрывать. Если тревожность, тревожность, то нужно работать. Если какие-то проблемы, да, то над проблемой тоже нужно работать. Если вы просто не можете заснуть, то что делать в этом случае, я порекомендовал. Ну, и целесообразность приема препаратов тоже нужно переоценить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку Будрата Ночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.